Как бороться с завышенными тарифами ЖКХ, в том числе воздействие их на малый бизнес? Итоги мониторинга соблюдения законов по государственному регулированию тарифов в сфере ЖКХ на услуги естественных монополий подвели на совещание под председательством губернатора Сергея Морозова. Какой объем у нас проблем накопилось, какой объем вопросов нам предстоит решить и какие мы от этого все можем получить дополнительные, огромные просто преференции. Думаю, что ради такого результата, ради благополучия Ульяновска, Ульяновской области, жителей нашего региона, нашей страны, мы можем и должны очень много поработать, чтобы в итоге этого мониторинга реализовать большой комплексной программе. К решению накопившихся проблем подключили федеральный опыт. На совещании присутствовал директор Центра мониторинга и контроля за ценообразованием России Алексей Малоземов. Эксперт представил результаты мониторинга ценовой политики страны за последние 8 лет. В целом Ульяновская область в рейтинге ценообразования тарифов среди всех субъектов государства занимает золотую середину. Существенные проблемы регион имеет в системе тарифов газораспределения и теплоснабжения, например, округление суммы НДС на 32 копейки в сторону увеличения. Это в целом проблема в Российской Федерации и требуются системные подходы. В частности, во-первых, о унификации тарифов. Исключение от этого дифференцированного подхода, когда тарифы в разы разнятся на территориях, это неправильно. И такая работа уже проведена в рамках стратегии роста. Программа, разработанная по поручению президента страны Владимиру Путину, включает методологию ценообразования, которая прекрасно ложится на регионы дня сегодняшнего. Соблюдение канонов проекта позволит, главное, задать темпы по эффективности политики образования цен, что привлечет за собой как минимум сдерживание роста тарифов. Ринаталья Улова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.